Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моя проблема в том, что я не могу иметь детей, может быть в усыновлении, вокруг меня многодетные друзья. Стало очень тяжело общаться с ними, так как понимают, что со мной такого счастья никогда не случится. Читала много психологических статей на эту тему, заведу раппусти ситуацию, но как, чувствую себя неполноценной. Ну, собственно, вам тяжело посетить эту ситуацию, именно потому, что в детях, по сути, для вас единственный способ как-то реализоваться, вот. И неполноценность ваша, как это не парадоксальность, детьми-то с появлением детей не уйдёт, потому что неполноценность будет искать новый аргумент именно в пользу того, что вы, собственно говоря, неполноценны. Вот. Поэтому дети никак не избавят и не спасут вас от неполноценности. Я бы сказал, что эта проблема у вас давно и, возможно, идёт из детства. Я бы также сказал, что вот какое значение для вас имеют дети. То есть, вот, ну, сделайте на это упор. Какое значение для вас имеют дети? Вот. Какое, именно какое значение они для вас имеют? Как бы, вот вы говорите, значит, что со мной такого счастья никогда не случится. То есть, ваше счастье зависит от детей. Вот. Ну, мне кажется, если ребёнок является счастьем для своего родителя, то это, на мой взгляд, это, в некоторой степени, серьёзная проблема. Потому что ребёнок оказывается, как бы, привязан к своим родителям таким образом. И, на мой взгляд, ничего хорошего в этом быть не может. Поэтому ваше счастье, оно внутри вас. Если вы не можете его найти, это уже вопрос действительно для психотерапии. То есть, грубо говоря, опустить ситуацию, значит, не центрироваться на ней раз. То есть, чтобы появилось что-то другое. Помимо этого, это первое. Второе, это проживать вот эту вот боль от... Давы-то вы не можете иметь детей. Ну и третье, я бы сказал, что... Вот именно в силу того, что... Ваш муж против усыновления. Я думаю, что вам тоже тут имеет смысл найти какой-то компромисс. То есть, попробовать понять, почему муж против, да? Усыновление хочет ли он детей. И, соответственно, лучше смотреть... Именно с точки зрения... Поиска компромисса здесь. Но, естественно, после того, как для вас это перестанет иметь такое серьезное значение, как сейчас имеет. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо. Продолжение следует...